Структура доходов и расходов, она не сильно изменилась. Дело в том, что у нас возникла проблема с короткосрочной ликвидностью. Нам пришлось огромное количество денег для нас, в районе 50 миллионов долларов, уже вытащить из оборотного капитала. Нам еще предстоит 9 апреля попасть в дефолт, потому что, да, действительно, мы обслуживаем все свои облигации, мы обслуживаем все свои кредиты, проценты, но 9 апреля наступит день, когда мы не в состоянии будем этого сделать. Мы закрыли 8 магазинов, 8-10 магазинов, не очень много из 300, это не так много. Проще, наверное, найти инвестора, с кем мы не вели переговоров за прошедшее время. Говорить об инвесторах, рассчитывать на инвесторов в настоящее время нам не приходится, потому что, во-первых, их очень мало, они сами не в очень хорошем положении находятся, они сами сидят на маржин-коллах и так далее. Все наши активы более-менее ликвидные, все заложили. Практически все ликвидные активы заложены. А в каких банках? В основном это Сбербанк.